Здравствуйте, ребята! Меня зовут Светлана Борисовна. Я проведу урок математики в четвёртом классе. Тема нашего урока сегодня. Поупражняемся в вычислениях и повторим пройденное. Девиз урока «Хотим всё знать». Что будем закреплять на уроке? Преобразование именованных чисел, нахождение площади и периметра прямоугольника, вычисление в пределах 100 тысяч, решение примера на порядок действий, решение задачи на движение. Вспомни таблицу мер длины и преобразуй. Записывайте. 3 километра 30 метров равно сколько будет метров. 7 метров 20 сантиметров равно. Переводите в сантиметры. 56 дециметров 3 сантиметра равно. Превращайте в сантиметры. Переводите в сантиметры. 2 метра 4 сантиметра равно. 10 сантиметров 4 миллиметра равно. Сколько получилось миллиметров? Проверь себя. 3 километра 30 метров равно 3030 метров. 7 метров 20 сантиметров равно 720 сантиметров. 56 дециметров 3 сантиметра равно 563 сантиметра. 160 дециметра, 160 дециметра равно 1600 сантиметров. 2 метра 4 сантиметра равно 204 сантиметра. 10 сантиметров 4 миллиметра равно 104 миллиметра Следующее задание. Найди площадь и периметр данного прямоугольника. Для того, чтобы найти площадь и периметр, вам нужно вспомнить формулу нахождения площади и периметра. Длина нашего прямоугольника равна 12 дециметрам, а ширина 5 дециметрам. Запишите сначала формулы, а потом вычисления. Проверь себя. Площадь равна произведению длины и ширины. В нашей задаче, чтобы найти площадь, мы 5 дециметров умножаем на 12 дециметров, у нас получается 60 квадратных дециметров. Периметр равен сумме длины и ширины, умноженной на 2. В нашей задаче периметр равен 5 дециметров плюс 12 дециметров. Эта сумма умножается на 2. Получается 34 дециметра. Ответ. Площадь прямоугольника равна 60 квадратных дециметров, а периметр равен 34 дециметра. Вычисли. Для того, чтобы вычислить значения этих выражений, вы должны хорошо знать таблицы сложения и умножения. Записываем примеры в столбик. Первое. 2407 умножить на 7. 35505 разделить на 5. Следующий пример записываем в столбик. 9458 плюс 3967. Не забывайте записывать разряд под разрядом. И последний пример. 92000 минус 2841. Проверь себя. 2407 умножить на 7 равно 16849. 35505 разделить на 5. 35505 разделить на 5. Равно 7101. 9458 прибавить 3967 равно 13425. 92000 минус 2841 равно 89159. 10459. 10459. Отдохнем. Проведем гимнастику для глаз. Первое. Крепко зажмурились. Пару секунд. Второе. Моргаем глазами. Третье. Смотрим вверх, вниз. Вправо, влево. Вправо, влево. Вверх, вниз. Вправо, влево. Еще раз. Вверх, вниз. Откроем глаза. Откроем глаза. Начнем заниматься дальше. реши пример на порядок действий в нашем примере вы видите три действия первое действие которое вы будете выполнять это действие скобках второе действие деление и третье действие вычитание запишите пожалуйста этот пример свою тетрадь сумма чисел шестьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят и шесть тысяч девятьсот пятьдесят четыре минус частное чисел пять тысяч шестьсот сорок восемь и восемь равно выполняйте вычисления по действиям не забывайте записывать столбик итак посмотрите что у нас должно получиться первое действие 69 тысяч четыреста пятьдесят плюс шесть тысяч девятьсот пятьдесят четыре равно 76 тысяч четыреста четыре второе действие вы делили пять тысяч шестьсот сорок восемь на восемь у вас получилось 706 3 действие вы результат первого действия 76 тысяч четыреста четыре вычли результат второго действия 706 и у вас получилось 75 тысяч шестьсот девяносто восемь и так пожалуйста запишите конечный результат 75 тысяч шестьсот девяносто восемь реши задачу на движение для того чтобы решить задачу на движение нам нужно знать формулы из автобусного парка вышли одновременно в противоположных направлениях два автобуса скорость одного автобуса 56 километров в час а скорость другого 68 километров в час какое расстояние будет между автобусами через восемь часов пожалуйста вспомните формулы вы можете задачи использовать краткую запись в виде таблицы или в виде чертежа как вам удобно вы можете просто записать действия но обязательно с объяснением нашей задачи нужно найти расстояние а для того чтобы найти расстояние мы помним с вами форму мы должны скорость умножать на время давайте проверим себя и так нашу задачу можно решить двумя разными способами первый способ первое действие вы нашли расстояние которое прошел первый автобус для этого 56 умножили на 8 вас получилось 448 плюс 544 равно 992 километра это расстояние между автобусами во втором действии вы нашли расстояние которое прошел второй автобус 68 умножили на 8 получилось 544 километра и в третьем действии вы сложили расстояние 1 и 2 автобуса 448 плюс 544 равно 992 километра это расстояние между автобусами возможно кто-то из вас решил задачу вторым способом первое действие 56 плюс 68 равно 124 километра в час то есть вы нашли общую скорость второе действие 124 вы умножили на 8 получилось 920 992 километра ответ через восемь часов расстояние между автобусами будет равно 992 километра наш урок подошел концу оцените себя если урок прошел удачно с заданиями я справился успешно я очень доволен собой поставьте себе три восклицательных знаков если сегодня на уроке не все задания оказались легкими мне было трудно но я справился я доволен собой два восклицательных знака задания на уроке оказались трудными мне нужно еще позаниматься один восклицательный знак спасибо за работу урок окончен